У нас тут встанет такая же сэндвич-стена с дверцей, а здесь будет у нас детская гардероба. Ангел только обретает свои очертания, а Юля Углянская уже мечтает, где и как будут размещены мебель, оборудование. Центр досуга для детей-инвалидов рассчитан на единовременное пребывание 25 детей. Здесь будут кабинеты медработника, психолога, логопеда, помещение для групповых занятий, столовая. Прежде чем создать центр, Юля Углянская изучила подобный опыт в Москве. Мы посетили пять социальных объектов, это детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. И вы знаете, вот как раз там-то и есть самая инклюзивная среда, потому что там совмещенные группы. Собственно, мы даже не поняли, где дети с ограниченными возможностями, а где дети без ограничений каких-то, потому что вот в этой обстановке они все наравне. Идея открыть центр для детей с ограниченными возможностями здоровья родилась уже давно. Все упиралось в отсутствие помещения. Проблема помогла разрешить администрация округа, безвозмездно предоставив здания в микрорайоне Лебединец. Раньше здесь размещалась ЖЭУ. Последние два года помещение пустовало, а сегодня уже заиграло яркими красками. Реконструкция идет за счет благотворительных средств. Строительные материалы оплатил житель Орловской области. Работают на объекте в основном энтузиасты. Я отец троих детей. И дети – это святое для меня. Это было общежитие женское в Советском Союзе. И мама работала в буфете здесь. Детство прошло здесь. В центре уже заменили окна и электропроводку. Как только завершат отделку стен, начнут стелить полы. Открытие «Ангела» с нетерпением ждут Артем с Мишей и, конечно, их мамы. На стадии ремонта, но уже сейчас видно, что очень красиво все, очень ярко. Будет достаточно интересно и для родителей, и для детей. То есть, как мы поняли, будет разделена на зону, где могут посидеть мамы, также поработать с психологом сами, где будут детки находиться, играть, опять же, в игровой форме, происходить обучение. Соберутся все в одном месте специалисты, логопеды, психологи, дефектологи. Это, конечно, очень хорошо, потому что действительно у нас в городе специалистов мало, и мы их все бегаем, ищем, передаем друг другу. Нашим детям уже 5-6 лет, 6-6 лет. Те мамы, у которых сейчас они проходят эту стадию, то есть рождаются такие детки годик, они также могут прийти и также получить помощь от этих специалистов. И чем раньше они будут эту помощь получать для деток, это очень большой труд, и это очень хорошо для деток. Центр «Ангел» станет большим подспорьем для одиноких мам, воспитывающих особенных детей. На сегодня в округе больше 700 семей, в которых есть дети-инвалиды. В 200 из них дети воспитывают мамы-одиночки. Ограничения по здоровью, я считаю, не должны вводить в какой-то дискомфорт, создавать неудобные условия для детей. Мы надеемся, что здесь будет очень комфортно. Сможем, конечно, при помощи психолога как-то социализировать детей. Мы надеемся, что у нас будет и сенсорное оборудование. Мы надеемся, что мы будем и песочной терапией здесь заниматься. Планы грандиозные, но на все это еще надо найти средства. Инициативная команда будет рада любой помощи и приглашает всех желающих принять участие в создании Центра досуга для детей «Ангел». Инициативная команда будет рада любой помощи.